Сегодня мы бы хотели обсудить тему, как можно было бы эффективно решать диспуты, возникающие особенно между компаниями, находящимися в разных странах. Почему это актуально? Особенно после пандемии связи виртуальные укрепились значительно, попытки делать бизнес именно на международном уровне стали уже не фантазией, а абсолютной необходимостью. И все больше и больше даже совсем небольших бизнесов начинают иметь договорные отношения, заключать договора с компаниями, находящимися в других юрисдикциях. И тут встает вопрос, как же решать диспуты. И вот мы обсуждаем с юристом, он сам расскажет немного о себе, Сергеем Владимировичем Марковским, специалистом именно в области арбитражных третейских судов с огромной практикой и являющимся председателем международной арбитражной комиссии. Вот. И вы представьтесь, и мы обсудим этот очень интересный вопрос. С радостью. Добрый день всем слушающим. Я Марковский Сергей, президент International Committee for Settlement of Non-Garrental Disputes. И при этой организации американской создан постоянно действующий арбитражный суд, он называется International Court of Arbitration ICS-NGD. ICS-NGD – это наша аббревиатура. Я обращаю ваше внимание, прошу не путать ее с другими аббревиатурами, потому что сегодня мы коснемся похожих аббревиатур, например, ISDS. Я расскажу об этих судах. Так вот, работаю я председателем суда, разных судов, я имею в виду арбитражных судов, с 2004 года. Я выходец из моряков, работал в морской отрасли, и возникла в свое время необходимость справедливого разрешения спора, потому что вы знаете, что в морской отрасли очень много возникает конфликтов. Это и бункировки, это и аварии, это и спасание людей и так далее. В связи с этим требуется разрешение споров. И возникла такая необходимость. Мною был создан морской арбитражный суд, и с тех пор я стал заниматься этими вопросами. Далее практика расширилась, и от морского права мы перешли к прочим гражданским правам. И сейчас мы рассматриваем арбитражные споры абсолютно всех уровней. Давайте я попробую сказать, каково мое общее понимание вопроса, а вы меня поправите, если это не совсем так, или дополните. То есть, как бизнесмен, а я именно, прежде всего, человек, который делает бизнес, и имеет различные отношения именно на международном уровне, не от того, что я очень большая компания, а от того, что природа, так сказать, моих сервисов и интересов, она именно на международной основе. У меня есть курсы, которые мы проводим по всем, по всему миру. Существуют договора на франшизы, на мои курсы, с Индией, Пакистаном, Саудовской Аравией. Мы заключали такой договор. Вот. И также я являюсь совладельцем и руководителем школы. Она лицензирована в провинции Онтарио, но вот после пандемии мы имеем возможность и право принимать всех и даже выдавать им аттестаты, канадские аттестаты, исключительно на основе онлайн-обучения. Здесь у нас составляются договора также со школами, находящимися в разных странах, в том числе частные школы и так далее. Третий мой бизнес заключается инфраструктурой городов. Я организовываю обслуживание парковок по всем Соединенным Штатам и по всей Канаде. Здесь, опять же, возникают договорные отношения между Канадой и Соединенными Штатами. И у меня издательство. И огромное количество договоров, которые связывают меня с авторами, в основном находящимися в Российской Федерации и на постсоветском пространстве в странах СНГ, так называемых. Вот. То есть я прекрасный пример, мне кажется, для того, чтобы поговорить о эффективных способах урегулирования диспутов. Потому что при таком разнообразии разных юрисдикций, если пользоваться местными судами или пытаться всем навязывать использование моего суда, провинции Онтарио, то это может быть весьма проблематично. Почему мне приятно, почему я сегодня с радостью согласился на это интервью с вами? Потому что, я отслеживаю ваше интервью, вы пытаетесь отследить тенденции, тренды такие, которые зависят от социального развития общества. Это тренды бизнеса, это тренды правоотношений, например, это тренды судебной системы. Дело в том, что общество меняется, и я смотрел ваши предыдущие беседы с бизнесменами, общество меняется и с изменением общества, с изменением самосознания общества и индивидуума, меняются и отношения экономические, и отношения принятия решений, и, соответственно, отношения разрешения споров. И поэтому сегодня мы с вами подошли к следующему. Вот сейчас мы все живем в этот, будем говорить, пандемийный период. Я не люблю вообще это все, но, тем не менее, приходится признать. Мы живем в таком обществе, которое находится на разломе. Первое, значит, не ушли тоталитарные государства. Как-то все думали, что вот они уйдут вдруг, и все наступит, будет все хорошо. Не ушли тоталитарные государства. И некоторые государства, наоборот, из демократических преобразовались в тоталитарные. Я не буду сегодня называть. Это всем все понятно. Так вот, сегодня во многих государствах осуществляется сильнейшее давление на судей. Причем это давление осуществляется как в прямом, так и в косвенном смысле. Это может быть в иных странах прямой приказ. В иных странах это может быть прямая коррупционная зависимость, то есть получение взятки от контрагента по спору и вынесение решения соответствующего. Это может быть косвенное давление. Например, судьям выделяются квартиры, выделяются какие-то участки, выделяется что-то. Это все из муниципальных каких-то там фондов делается. И поэтому судья понимает прекрасно, что если он принесет такое решение, то могут ему где-то отказать. То есть видите, все равно судья не независим, хотя везде декларируется о независимости судеб. И поэтому мы пришли сегодня к колоссальной необходимости реформирования международной судебной системы. И к чему мы пришли? Вы совершенно верно сказали, что Организация Объединенных Наций в период ее, будем говорить, расцвета после Второй мировой войны занялась урегулированием споров и переводом споров из, скажем, политического русла в экономическое русло. И тогда была принята эта конвенция, Нью-Йоркская конвенция 1958 года. Она называется «О признании, приведении в исполнение иностранных арбитражных решений». То есть суди, страны, присоединившиеся к этой конвенции, а их более двух суд, наиболее развитых стран, они обязались исполнять решения иностранных арбитражных судов. Именно иностранных арбитражных судов. В то время как решения национальных судов не всегда исполняются и не всеми странами исполняются. Я вам могу даже привести конкретные примеры, потом могу приводить. Не так давно было вынесено решение, это дело не мое, поэтому я могу о нем говорить. Некое крупное учебное заведение «Россинь» это российская судостроительно-судоходная академия. У них было много своих судов, наверное, сейчас есть. И 20 судов они отдали в Гербулу чартер американской компании. В итоге американская компания их обманула, недоплатив им 20 миллионов. И руководитель этой организации подал в суд на американскую компанию. Куда бы вы думали? В арбитражный суд города Москвы. Сразу сделаю оговорку. Почему именно такой вот нонсенс, арбитражный суд? Дело в том, что арбитраж или арбитражный суд? Что такое арбитраж? Это процесс судебного разбирательства, негосударственного. Арбитражный суд – это априори негосударственный суд. Арбитражный суд означает негосударственный суд. Но вот одна страна решила так вот себя показать особо умной, и в Российской Федерации те суды, которые везде называются экономическими судами, хозяйственными судами, в Российской Федерации называются арбитражными судами. То есть это государственные и негосударственные суды, если так перевести. Так вот, в этот государственный и негосударственный суд был подан иск, суд вынес решение и когда обратились за исполнением этого решения в соответственный суд американского штата Вашингтон, то суд отказал, потому что например, многие государства не исполняют решение российских государственных судов. Вот мы сейчас натолкнулись на эту ситуацию и не только российских, но и других. Я там не буду все страны перечислять. Здесь различные режимы в разных государствах. И поэтому исполнение государственных решений государственных судов это для многих стран необязательное явление. Поэтому получив вот такое решение страна абсолютно не застрахована от того, что она ничего не получит в итоге. И вот из-за этой ситуации, из-за подобной ситуации бизнесмены для того, чтобы обезопасить себя, начинают обращаться в негосударственные суды. Потому что решения негосударственных судов, а именно арбитражных судов, они обязаны к исполнению. И поскольку такие страны, как и Россия, и Украина, и Великобритания, и другие присоединились к Нью-Йоркской конвенции, то они обязаны исполнять эти решения. Однако же, и здесь все непросто. Когда режимы начинают проявлять свои, будем говорить, тоталитарные такие замашки, то они вносят в свое законодательство ограничения и связанные с иностранными арбитражными судами. Они уже и этим занимаются. Поэтому разговор это особый. И именно поэтому возможно, ну и много почему. Я зарегистрировал свой суд в штате Вашингтон для того, чтобы работать абсолютно спокойно, работать не подвергаясь никакому давлению и разрешать споры на основании справедливости прежде всего. Теперь мы сказали с вами о том, что обязаны страны исполнять решения иностранных арбитражных судов на основании конвенции. Мы о тех странах, что не присоединились к статуту Нью-Йоркской конвенции, мы о них говорить не будем. В основном все присоединились. Теперь о том, каким образом производится судебное разбирательство и почему же бизнесмены тяготеют больше к арбитражному разбирательству, нежели к судебному разбирательству национальных судов. Вот почему. Дело в том, что в арбитражных судах сторона спора, а их, как правило, две или более, да? Две или гораздо больше, может быть. Так вот, каждая сторона спора имеет право, она участвует в выборе арбитров. То есть она участвует в выборе того судьи, который будет ее судить. И поэтому эта сторона понимает, что она может выбрать того человека, которому она доверяет. Понимаете как? И она понимает, что этот человек, он будет отстаивать интересы этой стороны. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что как бы мы ни говорили, но эго человеческое мы никак списать не можем. И существуют все равно какие-то приоритеты при принятии решений. Национальные приоритеты, да? Какие-то, может быть, даже расовые приоритеты политические. Так вот, для того, чтобы этого избежать, предоставляется право в арбитражном суде сторонам избирать судью себе. И даже иногда допускается следующее, что если в списке судей этого арбитражного суда нет того, кого хотела бы сторона избрать, но сторона может предложить совершенно постороннего человека, которому она доверяет. Этот человек должен иметь соответствующий юридический опыт, бизнес-опыт. И тогда этого человека может включить арбитражный суд в состав арбитров, который рассматривает спор, и, соответствующим образом, выносить решения. Хочется отметить еще большое спасибо, что арбитражный международный суд, он руководствуется не какими-то отдельно взятыми законами какой-то отдельно взятой страны. Он может руководствоваться бизнес-практиками и общими… Давайте я поясню, да, давайте поясню. Это интересный очень вопрос, это очень интересный вопрос. Я немножко отклонюсь в историю. Дело в том, что если мы копнем немножко в историю человечества вообще, то человечество, жившее в разных государствах, в разных строях, экономических, социальных строях, руководствовалось какими-то своими законами. Эти законы, они очень могли отличаться. Так, например, у горных народов есть так называемые адаты. Адаты – это обычаи, согласно которым происходит, скажем, разрешение споров старейшинами. Существуют и современные бизнес-законы такие же. Например, я не знаю, вы знаете или не знаете, что вот каждый порт мира, каждый порт мира, Ливерпуль, скажем, Антверман или другой какой-то порт мира, он имеет свой свод обычаев порта. Например, вот есть такой вот в ростовском порту, он так и называется – свод обычаев ростовского порта. В этом своде находятся обычаи, которые применяет ростовский порт. Это обычаи делового оборота, это какие-то еще обычаи. И вот когда заключается контракт, а ведь масса судов входит в этот порт, и каждый капитан, заключая контракт с портом на обслуживание, он должен руководствоваться этим сводом обычаев. И когда любой капитан заходит в любой порт, например, в канадский порт, в норвежский порт, он должен ознакомиться со сводом обычаев этого порта и исполнять, и руководствоваться, и подчиняться этому своду обычаев. То есть это называется обычное право. Обычай делового оборота, национальные обычаи, это называется обычное право. Так вот, в отличие от государственных судов, арбитражные суды, обычное право ставят на первое место. И очень важно следующее, что основным критерием оценки деятельности является не буква закона, как в романно-германской системе права, и не прецедент, как в англо-саксонской системе права, а именно понятие справедливости. В связи с этим, будем так говорить, у арбитражных судов, им дано широкое поле деятельности. И нередко, это не то, чтобы это, будем так говорить, правило, но нередко принимаются решения арбитражными судами в нарушении каких-то норм права. Но, если суд посчитал, что таким образом вынесет такое решение, он восстановит справедливость, нарушенную чем-либо, кризисом, например, экономическим или еще чем-то, и вот восстанавливая справедливость, арбитражный суд оставляет за собой право выносить такое решение. И, подчеркиваю еще, решение арбитражного суда не имеет права оспорить никакой другой суд. То есть, есть критерии, которые оговорены в Нью-Йоркской конвенции. Это три критерия, по которым может быть отменено решение арбитражного суда. Первое – это наличие соглашения о рассмотрении спора в этом суде. То есть, обе стороны, заключая контракт или договор, они должны согласиться, что мы с вами будем в случае возникновения спора рассматривать спор именно в этом суде. И, достигнув это соглашение, они записывают в этом контракте пункт «Порядок разрешения споров». Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, будут рассматриваться в таком-то суде. Первое. Второе. Стороны тут же оговаривают, на основании какого права будет рассматриваться спор. Это тоже важный момент. Потому что, в зависимости от того, какое право, может быть, например, одна сторона говорит, я действовал в соответствии со своим национальным правом. Другая сторона говорит, подождите, подождите. В нашем национальном праве нет такой возможности действовать так. Понимаете? Поэтому стороны заранее говорят, каким правом будут руководствоваться они при рассмотрении спора в армитражном суде. И третье, что стороны оговаривают. То есть, должны или могут, будем говорить так, имеют право оговорить. Это место рассмотрения спора. Почему важно место рассмотрения спора? Потому что, в зависимости от места рассмотрения спора, применяется судом, применяется процессуальное право. То есть, когда стороны определились, что материальное право будет, предположим, в Соединенных Штатах Америки, стороны это определили, а спор будет рассматриваться, например, в Турецкой Республике. Тогда процессуальное право будет применяться в Турецкой республике. А там могут быть нюансы. Причем могут быть нюансы, которые могут где-то даже в ходе поменять. Повлиять так на результат решения, что оно будет иметь. Вот этого допустить нельзя. Поэтому первое, что говорит Нью-Йоркская конвенция, что должно быть соглашение о каком-то арбитражном суде. Второе, что требует Нью-Йоркская конвенция. Стороны обязаны быть надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения спора. То есть арбитражный суд обязан доказать высшестоящему суду, который будет рассматривать, выдавать исполнительный лист на его решение или не выдавать. Он должен доказать, что он надлежащим образом уведомил. Вы знаете, я скажу вам так, все знают лондонский арбитражный суд. Это на слуху такой орган арбитражный. Так вот, даже решения Лондонского арбитражного суда многократно были отклонены из-за того, что Лондонский арбитражный суд одно время посылал свои повестки DHL. А DHL не дает уведомления. Сейчас уже они стали делать эту услугу за дополнительную плату. Но кто не знает, например, этого, может просто направить DHL и успокоиться. А на самом деле нет доказательств того, что сторона не получила. Что сторона получила это уведомление. А ведь сторона же может быть и недобросовестной. То есть ответчик, с которого он понимает, что с него суд может взыскать большую сумму, долго его, он может уклоняться от получения... Ну, мы прекрасно с вами знаем, как вручаются повестки в Соединенных Штатах, когда фотографируют момент вручения повестки и так далее. Так и здесь суд обязан удостовериться и иметь доказательства того, что он надлежащим образом уведомил стороны, обе стороны, о месте и времени рассмотрения спора. И третье, что требуется, стороны обязаны быть то же самое, надлежащим образом уведомлены о назначении или избрании арбитров. Почему это может быть? Потому что если процедура проходит правильным образом, спокойным образом, стороны, скажем, произошел у них конфликт, они что-то не поделили, они подали рисковое заявление в суд. Суд предлагает им избрать арбитров. И назначено в определенный срок, стороны должны представить суду заявление об избрании ими арбитров. Одна сторона избирает одного арбитра, вторая сторона избирает другого арбитра. Могут обе согласиться на одном арбитре. И тогда спор будет рассматривать единоречный арбитр. Но он должен обязан обладать высшим юридическим образованием. Если же стороны избрали разных арбитров, а, как правило, это бывает часто. И скажу вам так, какие приоритеты? Я почему сразу, чтобы была какая-то складывалась у вас и у тех, кто будет наслужить, полная картина? Конечно же, здесь приоритеты определенные. Например, нередко сторона ищет в составе арбитров, ну, скажем, арбитра своей национальности. Понимаете, почему? Потому что понимает, что он знает ситуацию в стране. Он знает ситуацию, он может войти, будем говорить, в положение, понять и объяснить другим арбитрам ситуацию. Поэтому часто бывает так, что американская сторона избирает американца, а, скажем, там, турецкая сторона избирает турецкого судьи. Часто бывает так. И это нормально, это хорошо. Я же говорю, что это хорошо, когда судьи склонны отстаивать интересы сторон. Это очень хорошо. Тогда между ними происходит состязательность. Не только стороны состязаются, но и судьи состязаются на своем совещании. Так вот, и избранные два судьи уже теперь избирают, им дано право избрать третьего судью из этого же списка судей. Они избирают третьего судью, и таким образом формируется состав судебный. А вот потом судебный состав из своего состава избирает председателя состава. Фактически это тот, кто ведет заседание, тот, кто за все отвечает. Так вот, председатель состава должен быть с высшим юридическим образованием. Хотя, хотя вообще наличие юридического образования совсем не обязательно для судей. Наоборот, если мы будем говорить о практике американской, то американская арбитражная ассоциация – это крупнейший арбитражный орган мира. Она ставит условия перепринятия в состав судей в последнюю очередь юристов. В первую очередь должны быть топ-менеджеры, имеющие большой опыт в руководстве какими-то предприятиями, бизнесами, страховыми компаниями, банками. Потому что считается, что этот человек, он досконально знает все нюансы, все нюансы дела, тонкости какие-то. И именно он может принять справедливое решение. А юрист уже, выслушав мнение сторон, он уже облечет их мнение в какие-то юридические термины, в какие-то юридические нормы или прецеденты юридические правовые. Скажу вам так, что у меня же большая практика, и скажу, что у меня принимали участие, у меня много судей, очень серьезных топ-менеджеров, которые знают производство. И скажу вам, что они принимали такие, будем так говорить, нетривиальные решения. Вот очень-очень нетривиальные решения. Я скажу так даже, даже скажу вам, приведу пример, потому что с примерами всегда интереснее. Был спор, морской спор, спор касался бункировки. То есть бункировка, для тех, кто не знает, это заправка топлива на море. Когда судно вдруг на море оказывается без топлива, то оно обездвижено. Поэтому нередко бывает так, что компании, предлагающие ему произвести бункировку, они и цены задирают, и условия какие-то свои особые ставят. И вот был спор, спор на немалую сумму, несколько миллионов долларов. А в составе у меня был один моряк, ну нет, не имеет значения, кто он такой был, и был крупнейший топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината. Это миллиардер, я почему говорю, к сожалению, он ушел недавно из жизни. Это наш судья, Рашников Сергей Филиппович, совладелец Магнитогорского металлургического комбината. Так вот, и суть спора была такова. Одна из сторон, та, которая оказалась ответчиком, она выставила своей противной стороне счет за адвоката. И вот этот счет за адвоката составлял 25 или 35, по-моему, тысяч долларов. И будем так говорить, ну, явно неадекватная сумма, ну, явно, она в 10 или 15 раз превышает реальную сумму. И они доказали то, что они уплатили адвокату деньги, каким образом. Сидит здесь их адвокат, и они предъявляют контракт с адвокатом на обслуживание, и предъявляют корешок приходного ордера, где есть подпись адвоката, что адвокат получил эту сумму. Обратите внимание, я вам рассказываю, это не пустая информация, это вот реальная жизненная информация. И я как судья, я как юрист говорю, я ничего не могу противопоставить этому. Вот есть контракт, вот есть расписка получения денег, значит, мы обязаны учесть эту сумму, соответственно, взыскать ее с другой стороны. И вот два судьи, один моряк, это был руководитель морского регистра, второй, вот этот металлург, когда у нас началось совещание, они категорически запротестовали, потому что они сказали, что нет, мы знаем практику, это совершенно неадекватная сумма, и этот заштатный адвокат не мог получить такую сумму. Значит, здесь имеется подлог. И они проголосовали за то, чтобы я тоже понимал это, что это так, я тоже понимал, что этот адвокат столько не стоит. Но я формально подошел, как юрист, есть документы, значит, я должен вынести решение. Нет, они сказали. И мы проголосовали, они подняли руки против, я поднял руку за. Большинством голосов было принято их мнение. И в итоге мы отказали в удовлетворении этой суммы за трат адвоката. Я почему это вам рассказываю? Вот видите, как происходит суд в арбитражном суде? А, как правило, в федеральных судах, в государственных судах такого, как правило, не происходит. Если есть документы, судья абсолютно ему безразлично принимает решение в соответствии с документами. Так же точно, как и с нормами права и с прецедентами судебными. То же самое. Ну, что касается современного положения дел, и вы говорили о месте проведения заседаний. Есть же надежда, что это будет двигаться на виртуальные заседания, в то время, как все будут находиться там, где они находятся, и такие решения будут приниматься тоже. Несомненно. Более того, мы уже год как работаем виртуально. Вот как из-за того, что сейчас затруднено перемещение, сейчас затруднено общение, затруднено, где-то запрещено какое-то собрание. Поэтому мы работаем виртуально. И это не мешает нам, тем не менее, выносить решение, и не мешает нашим клиентам, будем так говорить, клиентам суда, предъявлять наши решения в соответствующие суды и получать исполнительные документы против решения. Скажу вам так. Я хотел бы еще рассказать вам, что почему, почему есть сегодня актуальная необходимость использовать арбитражные суды. Я поясню почему. Дело в том, что очень сильно меняются взаимоотношения сейчас между, будем так говорить, социальными группами, слоями общества. Например, государства раньше были незыбленными структурами. Соответственно, государственные суды и государственная военная власть, они были незыбленными структурами. Были, будем говорить, частные взаимоотношения. Сегодня поменялась ситуация в корне. Дело в том, что сегодня в системе арбитражных судов появилась такая система, которая называется ASDS. Об этой системе уже кое-кто, кто знает, говорит, кто не знает, пока еще не представляет себе. Что такое ASDS? Investor to State Dispute Settlement. То есть это суды, которые отстаивают интересы инвесторов перед государствами, куда производятся инвестиции. Дело в том, что инвесторы, это кто, как правило, транснациональные корпорации, обладающие большими капиталами. Они вкладывают в средства, большие средства, в инвестиции, инвестируют в какие-то государства. И вот судебные системы этих государств уже их не устраивают. Эти транснациональные корпорации не желают подчиняться законам этих государств. И тогда они обращаются, естественно, для того, чтобы был разрешен спор, они ставят арбитражную оговорку своих судов, судов системы ASDS, которые уже рассматривают споры. Таким образом, в последнее время выносятся многомиллионные решения против государства. Например, не так давно было вынесено решение против штата Калифорнии в пользу одной из крупных нефтяных компаний. Причем вынесено было, так сказать, игнорируя решение калифорнийского суда. Они вынесли решение, и его обязаны были исполнить. Поэтому нужно трудно понимать. Для этого вторая сторона должна согласиться изначально на рассмотрение. Да, именно о чем я и говорю. То есть, если они хотят инвестировать, то они заставляют подписать штат. Совершенно верно. Они требуют, они представляют контракт, в котором уже есть арбитражная оговорка, вот как раз-таки включающая их арбитражные суды. А типа не хочешь, ну и денег не дадим. Да, скажу вам так, Брюс, дорогой. Мы с вами должны понимать, и вы как бизнесмен это понимаете, что, как правило, мало равных контрактов заключается в мире. Так получается, что какой-то контракт, какая-то сторона, как правило, скажем, доминирующая, а какая-то сторона подчиняющаяся. К сожалению, так. Редко, когда две стороны равные. Ну, будем говорить так. Чаще, не часто так бывает. Бывает так, что, скажем, например, заказчик, он выбирает среди исполнителей, и он может выбрать из десяти компаний. Тогда, заключая контракт, например, с компанией-исполнителем, он тогда уже ставит какие-то свои условия. И подчас бывает, что компания-исполнитель не может изменить условия контракта. И тогда вот эта самая доминирующая сторона, она ставит свой арбитражный суд. Но это не факт, что это плохо. Но чаще всего государственные или штаты, они обычно доминирующая сторона во всех случаях. Как вам сказать? Скажу вам так. Нет. Будем так говорить. Не думаю. Потому что те бизнесмены, которые уже давно в бизнесе, они как раз-таки, наоборот, очень часто имеют, работают с каким-то одним арбитражным учреждением. Потому что, если они видят, что она работает быстро, четко, выносит четкие решения, справедливые решения, то очень часто бывает, что избирают какое-то учреждение, и ему следует. Я вам более того скажу. Я ведь, мы очень многих судили. И нам бизнесмены рассказывали, те, которые у нас судились, они говорят, вы знаете, что ваш арбитражный оговор, она стала какой-то лакмусовой бумажкой. Например, вот мы заключаем с кем-то контракт и ставим вашу арбитражную оговорку. И если лицо отказывается подписывать контракт, не-не-не, с арбитражем не хочу. Давайте поставим государственный суд. Значит, что? Он говорит, мы понимаем, что это мошенник, потому что много есть возможностей у мошенников, я не говорю о честных бизнесменах, у мошенников много возможностей уйти из-под юрисдикции государственного суда, избежать его, потеряться каким-то образом, чего не получится у него с арбитражным судом. Поэтому они говорят, мы уже смотрим, что если сторона вдруг начинает юлить, отказываться подписывать контракт, мы просто говорим, мы с вами дела иметь не будем. Понимаете как? Ну, а вот что происходит, если они могут прийти к соглашению о выборе арбитра? Что хотите может произойти. Может, как я сказал, уже стороны могут просто разойтись. И сторона, которая, скажем, хотела потребить услуги, работы, скажем там, товары чьи-то, она просто найдет себе другого поставщика. Нет, если уже заключен договор. А договор не может быть заключен. Пока дело в том, что в каждом контракте обязан быть пункт, как правило, порядок и разрешение спорта. Оговорка. Все. Да. Ну, вот начинается процесс. То есть подготовка к процессу. И вы сказали, что стороны могут выбрать себе судей, арбитров. То есть предложить кандидатуры. Но ведь эти кандидатуры должны быть приняты обеими сторонами. Правильно? Нет, нет, нет. Как я сказал, одна сторона избирает какого-то одного судью, вторая сторона избирает, например, какого-то другого судью. И у них, они друг другу никаким образом больше не... А прийти оттуда берется? А я же сказал, двое избранных судей избирают из этого же списка судей третьего судью. А если они не могут прийти к согласию? Если есть такие нюансы. Ну, как правило, такого не бывает. Но если вдруг такое будет, то если вдруг судьи не могут прийти к согласию, то тогда председателя состава назначает председателя суда. У него есть такое право. Для того, чтобы вывести из какого-то, будем говорить, из коллапса, сложившегося, правового коллапса, он назначает своим решением. Я скажу вам так еще. Может быть, еще один вариант. Этот вариант, он менее жизнеспособен, но он тоже встречается. Когда стороны не имели арбитражного соглашения или имели, например, арбитражное соглашение какого-то государственного суда. И вдруг у них возникает спор, и они обе стороны приходят к выводу, что они не хотят обращаться в государственный суд. И тогда они заключают арбитражное соглашение и избирают какой-то арбитражный орган. Более того, это может произойти в любой момент после заключения договора. Любой, конечно. Как отдельный документ, ссылающийся на договор. Да, как приложение для договора. Не обязательно дожидаясь до возникновения диспута. Это может быть предложено одной стороне, другой стороне, с указанием преимуществ разрешения конфликтов таким образом. То есть речь идет не только о тех договорах, которые будут заключены в будущем. Такое решение может быть принято и согласовано сторонами уже теми, которые имеют существующие договорные отношения и обязательства, что значительно расширяет, так сказать, допустим, если у меня есть там тысяча клиентов, и я убежден, что я хочу поменять этот пункт договора, я шлю им письма, объясняю, почему и чем это лучше, и 150 из них изъявляет согласие, мы подписываем. Если у них возникает диспут против нас или у нас против них, то тогда эти 150 будут уже иметь возможность пользоваться арбитражным судом. Здесь ведь что еще как бы сложность? То есть если хоть кто-то когда-нибудь вел дела действительно с экзотическими странами, мы понятия не имеем, как у них устроена система правосудия, и понятия не имеем, какое у них законодательство, и судиться с ними на их стороне – это, как говорят по-английски, nightmare, кошмар, во-первых, даже чисто языковые проблемы, попробуйте посудиться в Израиле на иврите, или попробуйте в Индии, и еще там кучу местных этих самых всяких тонкостей. У меня была компания в Хидрабаде, допустим. Вот, то есть если вы говорите о том, чтобы обращаться в юрисдикции там, где находится ваш партнер, значит, здесь кошмар с точки зрения того, что практически очень трудно будет провести такой процесс, даже практически. А если это делать в своей юрисдикции, то очень вероятно, что, во-первых, суд не примет к рассмотрению, он скажет, что эти отношения он не регулирует, и он не считает это своей юрисдикцией, потому что договор был о каких-то сервисах, которые давались международные и, возможно, не касались именно их юрисдикции. А если даже он вынесет такое решение, то потом это решение не будет принято к исполнению судами в этих экзотических странах. А когда же есть международный арбитраж, то есть решение международного арбитража, то все эти страны, участницы в соответствии с Конвенцией 1958 года, обязаны принять решение арбитражных судов международных, если выполнены вот указанные условия, и если нет протеста, который указывает, что эти условия были нарушены. Еще условиями, когда они могут это не сделать, это если будут приведены доказательства нечистоплотности судей, какие-то доказательства мошенничества со стороны этого самого, или то, что суд был подкуплен арбитражный такой, тоже бывает, это возможно. Вот. В таком случае местный суд может отказаться от исполнения такого. Да? Да. Вы все абсолютно говорите правильно. Я единственное, что могу только немножко, может быть, уточнить, значит, принятие и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения называется экзекватура. И вот для того, когда страна обращается уже с решением готовым за экзекватурой в государство какое-либо, то мы прекрасно понимаем, что есть государства, которые просто категорически не желают признавать решение иностранных арбитражных судов, хотя они вошли в конвенцию. Я вам скажу, приведу пример. Значит, к сожалению, большому я не могу приводить примеры конкретные, потому что в арбитражном разбирательстве, в отличие, кстати говоря, от государственных судов, у нас соблюдается полная тайна. Я не имею права даже говорить, кто из сторон, то есть называть компанию, которая у меня судилась. Даже не имею права называть. Поэтому, к сожалению, я могу говорить так, скажем, намеками, да? Ну, все поймете. Одна из стран бывшего Советского Союза, которая находится далеко на востоке, занимается следующим. Она занимается этим. У них там есть небольшие разведанные запасы золота. Ну, насколько они небольшие, я не знаю. Ну, наверное, не очень большие, но они есть разведанные. И после того, как эти страны получили независимость, страна объявила о том, что приглашает инвесторов для разработки, для создания компаний совместной по разработке этого золота. Так вот, на моей памяти уже три компании вложили туда деньги, и три компании ушли ни с чем. Это были французские компании, это были канадская компания и американская. Так вот, ко мне уже третья компания французская обратилась за помощью и попросили, пожалуйста, давайте мы будем включать вашу арбитражную оговорку, потому что невозможно, деньги большие вложены. А что делает государство? А государство своими указами меняет условия договора по ходу игры, понимаете как? Поэтому я для чего этот пример привел? Ну, вообще сложно с такими работать, да? И почему иногда туда заходят инвесторы в такого рода, к такого рода, будем говорить, партнерам? Потому что они дают очень выгодные условия, да? И люди хотят заработать, хотят попробовать, и вот потому туда сурятся. Но вот именно рассмотреть, например, спор в суде вот этого государства, которое само меняет условия по ходу взаимоотношений, ну, сами понимаете, это нонсенс, да? Знаете, как я смеялся этим французам, говорю, вы знаете, тут возникает три вопроса. Первый вопрос, кто туда поедет, да, за вынесением решения в суд этот? Второй, говорю, вопрос, значит, какое решение вынесет суд? И третий вопрос, кто-то оттуда вообще живым вернется? Вот, вот, к сожалению, бывает и так. Поэтому, конечно, арбитражные суды, они на сегодняшний день имеют такое, знаете, очень большую популярность. Опять-таки, у тех, кто знает, и я понимаю так, что вот вы сегодняшнюю беседу сегодняшнюю инициировали, именно потому что, к сожалению, очень многие бизнесмены не знают, вот как-то не хотят знать вообще о работе арбитражных судов. Да, слышали где-то, причем все, как правило, слышали мудзенский арбитраж. Ну, давайте тогда вот обговорим плюсы и минусы. Вот начнем с права на обжалование решений. То есть право на обжалование решений, вот как пользуется сторона, которая обычно боится проиграть в процессе? Она может затягивать окончательное решение. У нас в каждой стране практически есть три инстанции, где можно первичные, это вот как бы местные суды. Ну, то есть операционные, касационные инстанции и Верховный суд. Есть Верховный суд. То есть при желании, если у стороны достаточно мощный, скажем, адвокатский такой отдел, которому не стоит особенно дорого, потому что они сидят на зарплате, они могут дойти до Верховного суда и не осуществить выплаты по решению первичного суда. Они могут это затянуть на десятки лет. Да. Вот. И это, к сожалению, очень часто происходит. Скажем, в газете пишут, вот, ура, суд первой инстанции присудил там кому-то выплатить там миллион в качестве чего-то. А вот нифига, потому что, может, он и присудил, но в течение месяца, вот, по российскому законодательству и в других странах другие сроки можно подать апелляцию. Чаще всего автоматически они подают апелляцию, потому что репутационный вред от признания поражения – это мощно. Второе – это чисто просто не хочется платить деньги, особенно вот по страховым искам, допустим. С большой страховой иск им гораздо дешевле подать апелляцию, и это будет тянуться сколько там бесконечно. Вот. Причем апелляцию можно подать в государственные суды на основе материальных фактов, скажем, открывшихся дополнительных материальных фактов. Обжалование третейских судов решения практически невозможно. Если и возможно, только на основе нарушения процедуры, но уже не по материальным. Да? Да, давайте я вам расскажу сейчас, потому что вы привели тенденции, но я вам приведу конкретный пример. Дело в том, что когда происходит затягивание судебного процесса, то есть одна инстанция, вторая инстанция, третья – это все растягивается на годы. Вот смотрите, я вам приведу пример совсем вот буквально этого месяца. Ко мне обратилась сторона. Сторона занимается торговлей цементом. Цемент она получает вагонами. И вот что получается? У нее есть определенные оборотные средства. Она оплачивает заводом за цемент и заводы выпускает. Один состав вагонов, второй состав вагонов, третий состав вагонов, а сторона их не получает. Она должна была их получить в течение недели, но уже, например, 40 дней, 50 дней вагонов этих нет. И что происходит? У нее истекают средства оборотные, и она начинает терпеть убытки, потому что ее средства заморожены там, заводы без предоплаты не отдают цемент. И в итоге что получается? И сейчас сторона подает в суд на железную дорогу. Да, железная дорога что-то там выплатит, но ее выплаты в соответствии, скажем, с законом, вот мы сейчас говорим, с законом этой страны, где это происходит, эти выплаты ничтожны по сравнению с теми убытками, которые несет сторона. То есть сторона практически уже может оботкрутиться. Все ее оборотные средства заморожены и исчезли. Они где-то там... Ну, через арбитражный суд вы не можете подать на железную дорогу? Они не... Ну, нет, нет, можно, можно, можно подать, да, через государственный суд. Но это, во-первых, как вы правильно говорите, дорога монополистов, у нее колоссальное количество юристов, они уже на этом сидят, они знают свои промахи, да, и поэтому они растянут дело. И даже когда что-то получит этот человек, этот истец, который обратился... Компания его уже давно не будет. Да, что компания не будет. Теперь мы поговорим с вами об арбитражном суде. Арбитражный суд, то есть, повторяю, не государственный суд, он рассматривает дело, и первое, что рассматривает его в кратчайшие сроки. Причем, если все вот так пройдет, будем так говорить, без особых каких-то уклонений, то это может быть в два, в три месяца все будет вынесено решение. Первое. Второе. Решение ни один суд мира не имеет права отменить или изменить, то есть, рассмотреть по существу, пересмотреть его, он не имеет права. Только вот в тех вот факторах, которые я рассказывал, которые отговорены Нью-Йоркской конвенцией. Вот. И что еще? Теперь затраты. Затраты всегда в арбитражном суде, затраты на судопроизводство, в общее судопроизводство ниже гораздо, чем в государственном суде. Почему могу сказать? Понятно. Если это неинтересно, могу не говорить об этом. Получается, что экономическое целесообразие судится в арбитражных судах. Опять-таки, опять-таки, кому выгодно? В арбитражных судах невыгодно судиться людям с нечистой, будем говорить, мошенником априори, или людям, которые стараются вести бизнес не совсем честно. Вот им невыгодно очень, потому что арбитражный суд принимает решение, будем так говорить. Если где-то государственный суд уменьшит, скажем, штрафные санкции, уменьшит величину пений, то арбитражный суд, то, что написано в контракте, он все взыщет. Все до последнего пений. Понимаете как? Поэтому, конечно, у нас выгодно судиться честным бизнесменам, порядочным, те, которые хотят добросовестно работать. И у нас невыгодно судиться мошенникам. Более того, я еще раз напомню вам, что арбитражный суд может принять решение, если суд видит, что это хороший бизнес, честный бизнес, порядочный, но в силу каких-то факторов, независящих от всего, то есть кризис международный или что-то еще, он может принять решение беспрецедентное в пользу вот этой стороны. Я вам сразу приведу пример. Американская арбитражная ассоциация. Я еще раз ссылаюсь. Это сильнейший арбитражный мировой орган. В 2019 году им было вынесено решение, беспрецедентное совершенно. Смысл решения такой. Гражданин США, заметьте, гражданин США зарегистрировал свое изобретение в качестве виде патента. И этот патент стал использовать бизнесмен из Сеула, корейский. Вовремя выплачивал по этому патенту платежи, и вдруг разозвелся кризис. И перестал платить, и стал продолжать выпускать продукцию, уже не уплачивая по патенту платежи свои. Тогда патентовладелец обратился в Американскую арбитражную ассоциацию. Что вы думаете? Они вынесли решение против него. Это беспрецедентно. Он прав. Но они мотивировались следующим образом. Это арбитры. Я не думаю, что они были подкуплены. У меня оснований никаких нет. Я думаю, что это... Ну, какая мотивация? Мотивация такая. На предприятии, которые не платили от патентной платежи, работало несколько тысяч человек, сотрудников. И если бы... И они когда-то посмотрели эти расчеты экономические, что не мог он выплачивать хозяина этого предприятия, не мог выплачивать эти деньги, таким образом он должен был бы часть людей уволить. Или не выплачивать людям зарплату. И вот таким образом было принято решение, которое не соответствует ни одному американскому прецеденту. Но, тем не менее, оно было принято. Но можно было принять множество других решений. Знаете, я специально принял решение. По-третьему, можно было потребовать все долг и отдать часть акций. Вы знаете, это можно что угодно. Можно было оставить это как долг и сделать более длинную рассрочку выплат. Не исключено, что подобного рода какие-то были приняты подзаконные, будем так говорить. Но главное, что было, главное то, что я вам передал. Причем это факт общеизвестный. И я для чего вам говорю, что вот это решение нравится, оно кому-то не нравится. Мне, например, оно не нравится. Как юристу, как судье, мне оно не нравится. Но это их право. И это право никто не может оспорить. Если стороны верят, доверяют этому судебному учению. Вот именно, что смотрите, ведь обычное судопроизводство вверяет самое важное, что есть у сторон. Это вот решение, так сказать, животрепещущей какой-то проблемы абсолютно незнакомому, абсолютно случайному человеку, который может не обладать специфическими знаниями, не понимать вообще, чем занимаются эти предприятия, чем они торгуют, суть их, так сказать, и все, на что они рассчитывают, что он там несколько часов перед заседанием, в лучшем случае, там полистает дело и посмотрит в Википедии пару терминов. Ну а что? Судья, государственный судья, он не может посвятить больше времени на изучение этого. Он основывается, либо приглашаются эксперты, и они там что-то долго... Как правило, этого не делается. Ну как правило, это и делается. Брюс, извините, Брюс, дорогой мой, я вас перебиваю. Вы не представляете, какая колоссальная загруженность у федеральных судей. Она такая, что они подчас не читают документы, представленные сторонами, не читают. В лучшем случае, они своим помощникам, людям, которые еще являются там или только выпускниками, или студентами, они дают им возможность что-то там прочитать и за себя написать. Поэтому колоссальная некомпетентность, колоссальная некомпетентность. Еще очень важно, что обычно выбираются судьи из своей же индустрии. И таким образом для них репутационные риски, они гораздо выше, чем для профессиональных судей государственных, которым, в общем, от того, какие они решения примут, практически ни холодно, ни жарко. А здесь ставится на карту как бы репутация. То есть, действительно, дело не разглашается. Но факт того, что в состав арбитражного суда входил тот или иной значительный или знаменитый человек в индустрии, это все равно просачивается. Вот. К тому же, я не знаю, разве это закрытая информация, кто является судьей. Нет, кто является судьями, абсолютно не закрытая информация. Более того, у них есть репутационное давление на то, чтобы принять взвешенное и профессионально обоснованное решение. Как раз таки, Брюс, состав судей, он наоборот публичен. Судья, наоборот, всемирно открыт публики для того, чтобы и вплоть до его личной жизни. Вот тут как раз таки, потому что люди должны видеть, кто их будет судить. Они видят, они смотрят его, например, послужной список, кем он работал, где работал. Более того, они даже могут позвонить, скажем, кому-то и навести справки. А как был, каков был этот человек? Да он был прекрасным работником, хорошим специалистом, прекрасным человеком. И тогда, естественно, этого судьи избирают. То есть здесь как бы степень головотяпства, с одной стороны, и как бы самодурство значительно ниже, чем можно ожидать от судей, которые не находятся в зависимости от, так сказать, мнения тех, кого... Я вам больше этого подчеркну. Вот именно правильно вы сказали. Значит, при избрании, при назначении судей, когда они, скажем, поступают в арбитражное учреждение в качестве судей, производится их оценка. И отбираются судьи, как правило, небедные. Небедные. То есть судьи самодостаточные. Это должны быть люди самодостаточные. Люди не бедные. Почему? Потому что этот человек должен быть такой, которому, если подмигнут и посулят денег каких-то, он просто... Он не реагирует. Ему его авторитет для него важнее. Вот такие люди у меня, кстати говоря, являются в судях. Они настолько богаты. Я скажу вам, что... Немножко открою вообще, как происходит эта практика судебная. Я был в момент, несколько лет назад, я судил одну компанию. Судилась украинская компания и российская компания. Дело происходило в Турции, в Стамбуле. Мы провели предварительное судебное заседание. На завтра у нас должно было быть уже основное заседание по внесению решения. Вы не представляете, какой шквал звонков пошел на мой телефон. Звонили, не угрожали, а звонили мои какие-то знакомые, звонили какие-то руководители российские. И они не давили на меня вот впрямую, а они вот говорили, ну вы же там примите, пожалуйста, вот примите решение правильное такое. Да. Это еще не все. Затем в гостинице ко мне подходит представитель той стороны, одной из сторон и говорит, позвоните, пожалуйста, домой своей жене. Представляете, с какими чувствами я это все слышу? Что значит жене? При чем тут моя жена? Я говорю, при чем тут моя жена? А вы позвоните, позвоните жене. Да, ну хорошо. Звоню жене. И что? Он говорит, пусть она подойдет к окну. Что там за окном? Я говорю, что за окном? Она говорит, машина какая-то стоит большая черная, джип какой-то. Он говорит, вот в этой машине в бардачке документы на ваше имя, а ключи у вас в почтовом ящике. Как вам это нравится? Вы представляете? Вот, я почему вам рассказываю? Конечно же предлагают. Конечно же, они привыкли так жить, эти бизнесмены. Даже если бы вы и хотели бы это взять, это было бы глупо, это легко доказать. Нет, ну во-первых, это уголовно наказуемое деяние. Нет, ну и это легко доказуемое деяние. Конечно. Поэтому, и вот эта машина, кстати, если уж касается этого случая, она простояла месяца три у меня под окнами, потом ее не стало, я не знаю, куда она делась. Она под дождем там стоялась. Я к чему говорю? Что, конечно же, и поэтому человек должен быть, он, во-первых, должен быть достаточно самоуважаемый, и он должен быть небеден. То есть это должен быть человек, будем так говорить, поэтому случайные люди, конечно же, в суде не попадают. Не попадают. Потому что каждый арбитражный суд, он, конечно, дорожит своей репутацией. И если, скажем, будем так говорить, что Лондонскому арбитражному суду ему почти 500 лет, и, конечно же, он все это время, наверное, свою репутацию только улучшал, потому что он на слуху. Нам только вот еще нет 20 лет. И поэтому, конечно, мы боремся за репутацию, конечно. Давайте еще поговорим о преимуществах. Значит, окончательность решения, невозможность обжаловать это до бесконечности, как это обычно с государственными судами. Значит, возможность формирования состава по соглашению сторон, причем таким образом, что каждый из сторон может выбрать специфического человека, который будет являться судьей. И это очень важно. Если кто-то когда-то участвовал в процессе, где судья враждебно почему-то к вам настроен, а это бывает совершенно уже необоснованно, это совершенно незнакомый вам человек, который вот просто вас не полюбил, и все. А вы знаете, может быть, даже такой фактор, как просто акцент. Да, да. Вот в США, кстати, в США это вот слушай рядом. Да, судья слышит акцент, и все, он, конечно, виду не подаст. Но у него уже сложилось определенное отношение к этому человеку. Совершенно. Так что, конечно. Предубеждение любого сорта, от российских до каких угодно. Вот. Место проведения. То, что в государственном суде это императивно по месту нахождения суда, никто вам не позволит это проводить где-то вне его юрисдикции. Третьейское разбирательство может быть в том месте, которое удобно для сторон. Да. Удобно и безопасно для сторон. Да, да. Вот, допустим, Пакистан. Да, я еврей. Ну что, я поеду в Пакистан? Да, да. Совершенно верно. По общему правилу заседание закрытое, при том, что судебные государственные разбирательства по общему правилу открыты, и могут быть лишь закрыты по решению суда и не целиком. Чаще всего закрывается только какая-то часть заседания и так далее. Далее. Почему закрытое заседание очень важно? Потому что разбираются очень чувствительные моменты. Возможно, какие-то торговые секреты. Возможно, какие-то сделки, которые могут вызвать у правоохранительных органов много вопросов. И обязательство неразглашения, она лежит не только на судьях, но и на сторонах, как я понимаю. На сторонах, да. Вы знаете, я еще добавлю вам, что даже сам факт судебного разбирательства, он может нанести ущерб имиджу какой-либо из сторон. Предположим, молодая яркая компания, которая завоевывает какое-то место на рынке, и ей совершенно не нужен даже факт того, что она участвовала в судебном разбирательстве. Более того, что уникально, по согласию сторон может не вестись письменного протокола вообще. Совершенно верно, да. Ну, кстати говоря, протокол у нас ведется только если стороны изъявили желание. Он-то, естественно, что ход заседания описывается, но иногда бывает включается аудиозапись, но если стороны против, тогда аудиозапись не ведется. Да, но чтобы быть до конца честным, ну, естественно, главное преимущество мы обсудили, то, что обязательность исполнения всеми странами-участниками, а можно говорить практически всеми странами, я в начале нашего разговора упомянул страны, которые не участвуют, и практически из известных нам стран только Туркменистан не участвует. Все остальные настолько малоизвестные и неактивные страны. Итак, недостатки. Давайте говорить о недостатках. Это невозможность истребовать в судебном порядке доказательств. То есть государственный суд может потребовать предъявления доказательств и в случае их непредъявления штрафовать. С другой стороны, есть плюс. Не забывайте, что даже в административном суде судья может вынести решение о административном заключении из-за невозможения к суду или других вещах. То есть власть государственного судьи, она порядок выше, чем у арбитражного судьи. И с точки зрения предъявления доказательств действительно суд может вынести требование предъявить те или другие документы и не выполнить это требование будет невозможно. Это я говорю о государственном суде. Почему это плюс? Опять же, вы можете отказаться выдать списки своих клиентов в каких-то обстоятельствах. Потому что, скажем, это главная ваша ценность. Если вы их выдадите, вторая сторона их увидит, и все. Это скорее даже не преимущество государственного суда, а это как раз-таки недостаток. Нет, я сразу сказал, что недостаток – это недостаток, если вы не хотите давать. Кстати говоря, я добавлю вам, то, что вы интересно говорите, вы абсолютно правильно говорите, что государственный суд может истребовать доказательства. Но, как правило, вот насколько я из моей практики этого не требуется. Я не помню случаев своей судебной практики, в арбитражной практике, чтобы мне нужны были какие-либо доказательства, отличные, дополнительные к тем, что предоставили стороны. Потому что стороны, приходя в арбитражный процесс, они, конечно же, приносят все доказательства. А вот есть тот нюанс, который я должен вам открыть. Дело в том, что ведь они же могут быть какие-то документы поддельными. Вот еще что важно. И вот почему важно следующее. Арбитражный суд рассматривает только документы, представленные сторонами. И он не должен, в его обязанности не входит проверять их подлинность, потому что он просто не имеет возможности этого сделать. Если государственный суд, кстати, имеет возможность, то арбитражный суд не имеет возможности. Но он тоже сам этого делать не будет? Это только по заявлению стороны? Да, так же будет. Но зато следующее. Сторона представляет документы, подписанные, заявленные. Каждый документ заявлен этой стороной. И вот если вдруг какой-то выяснится, позже выяснится, потому что, скажем, проигравшей стороне ничто не мешает взять копию документов, в котором она сомневается, сделать его экспертизу или написать заявление в полицию, чтобы там расследовали. И если выяснится, что сторона представила арбитражному суду поддельный документ, то она несет ответственность вплоть до уголовной. Потому что в деле арбитражного суда есть эти документы с подписями, с заверенной стороной. И тогда уже полиция может обратиться, какие-то следственные органы могут обратиться в арбитражный суд и истребовать, как доказательство... Посмотрите, могут быть ситуации, когда определенная информация укрывается второй стороной, и арбитражный суд не имеет механизма заставить предъявить эту информацию по требованию второй стороны. Как я вот дал пример, это список их клиентов, скажем. Если, скажем, обвинение заключается в том, что по договору они не имели права уводить клиентов друг от друга, скажем, а те увели их, и сторона не имеет достаточных доказательств или имеет косвенные доказательства, и не знает в полном объеме, насколько те увели этих клиентов, и может предъявить требования, предъявить, скажем, все финансовые квитанции поступлений в качестве доказательства и так далее. То есть есть обстоятельства, в которых применение силы суда может иметь значение. Согласен. Но с другой стороны, мы опять же будем утыкаться в ту же проблему, если это на чужой, так сказать, стороне, или если это на вашей стране, то потом все равно решение суда будет проблематично осуществить. Я, честно говоря, практически не слышал между некоторыми странами, чтобы вообще когда-нибудь решение суда одной страны принималось другой. Например, между Канадой и Израилем. Никогда не слышал. Между Канадой и Россией. Никогда. А вот если бы решение было принято международным этим самым, арбитражным, то тогда бы это было обязательно к применению. Значит, мы... Знаете, добавлю вам, уже будем так говорить, из судебной практики, да, из жизни. А, отсутствие обеспечения иска. Вот. Дело в том, что государство... Какая хорошая тема. Нет-нет-нет, я вам отвечу на эту тему. Да, да. Арбитражный суд имеет право, имеет право подать по месту нахождения ответчика заявление об обеспечении иска. Это право установлено, кстати, за... Это право остается за арбитражным судом. И в случае, если подает сторона заявление об обеспечении иска, то арбитражный суд, рассмотрев ситуацию, может вынести определение об обеспечении иска. Но вот тут есть такой нюанс. Вы представляете, что такое обеспечение иска? Это блокирование всех счетов. То есть, это остановка средств на счетах другой стороны. Это какой-то арест товара, если они где-то находятся... Не обязательно всех. Это же может быть ограничено только суммой иска. Нет, на сумму иска. Да, на сумму иска. Так это не всех. Но что получается? Что это может нанести вообще урон обороту этого предприятия. А тогда берется депозит и от второй стороны? Что если она на праслину возглавляет? Другая сторона, подавая заявление об обеспечении иска, берет обязательство в случае, если после рассмотрения дела иск не будет удовлетворен, то она покроет все убытки, которые причинены этому предприятию. Вы представляете, как то предприятие может насчитать убытки? Вы прекрасно понимаете, как можно насчитать? Если тебе немножко что-то остановили, то потом столько насчитают. Поэтому... Смотрите, в практике некоторых стран это делается так. То есть, если ты подаешь на обеспечение иска, ты должен внести депозит по решению суда. Если ты проигрываешь, то этот депозит уходит на покрытие. То есть, там как бы ограничено. Да, да. У нас то же самое делается. То же самое, да. Более того... Это, кстати, многое останавливает, потому что даже просто внести... То есть, ты пострадал, скажем, от той стороны, и если ты хочешь обеспечения, ты должен еще там внести 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Вот. И это останавливает сторону от таких действий. Что бы я хотел сказать, чтобы не получилось неправильного вывода. если кто-то слышал об арбитражных судах, они всегда предполагают, что это только очень крупные компании. И есть такие индустрии, где это действительно очень принято. Именно индустрии, работающие с международным трейдом, да, вот перевозки, морские перевозки, авиакомпании могут обращаться и прочее. Но дело в том, что мы сейчас в современном мире, вот я привел свои бизнесы, и они практически все, у меня нет ни одного бизнеса, который бы замыкался в рамках одной страны. То есть, я предполагаю, что как бы между двумя действующими лицами, физическими или юридическими, внутри одной юрисдикции, невозможно обратиться в международный третейский суд и сделать его решение обязательно для юрисдикции. Это суду не понравится. Как вы считаете? То есть, если я со своим контрактором, который будет делать мне ремонт соседней улицы, в этот контракт внесу, что мы будем решать диспуты не по законам Антарио и не в суде Антарио, а по международному, я считаю, что такой пункт договора... Вы считаете, да, канадские законы именно не предполагают такого. А зачем здесь делать, скажем, международный арбитраж? Дело в том, что вот сейчас мы же в Торонто открыли уже свое представительство, и мы можем делать внутри государственный арбитражный суд, который будет судить внутри Канады. Это будет именно канадский суд. Понимаете? Это будет именно канадский суд. Мы просто очередим его, мы вот на днях буквально подадим заявление... Вообще борьба между государственными судами и арбитражными это древнейшее явление. То есть, когда стали появляться... Надо сказать, что арбитражные суды, они вообще стали появляться до государства. Это естественное решение проблем. Если мы еще возьмем библейские рассказы, где царь или пророк или кто-то выступал... Книгу судей, да. Книгу судей возьмем. Или если мы возьмем феодальное право, где лорд, лендлорд имел юридические, так сказать, и судебные функции в своих районах. Но даже с начала введения государственных судов существовала некоторая конфликтная ситуация между третейскими судами и государственными, это не новость. Государственные суды, они не хотят терять, так сказать, абсолют... Делиться властью, скажем так. Да, абсолютную властью. А люди, наоборот, стремятся защитить себя от произвола бездушного, бессмысленного, иногда жестокого, но чаще всего именно бессмысленного, который возникает именно за счет вот тех условий, о которых мы говорили, то, что судья перегружен, судья самодур нередко, потому что его жизнь, его зарплата, его репутация практически не зависит от тех решений, которые он принимает. А судья профессиональный в некоторых странах, да, действительно, возможность коррумпированных схем не таких простых, как вот у вас, что пригнали машину, это элементарно доказать. А там уже отработаны схемы, которые никогда ты не докажешь. То есть взятка дается, там, я не знаю, кому, и как он бедефит, от этого никто никогда, никогда не докажет. Конечно. Там уже все это отлажено настолько, что это сам. Да, как вы отметили, подверженность какими-то политическими, вот просто вот назло. Вот канадская компания, Канаду не любят за то, что они там что-то вякнули, ну вот и все, ему позвонят, или сам он решит, что, что это этим канадцам я буду давать. То есть действительно, тот, кто когда-либо участвовал в судебных разбирательствах, он видит, насколько характер судьи, его личные предпочтения, и то дала ему жена утром или не дала, может влиять на принятие их решений. Особенно интересно, когда судья просто игнорирует наличие каких-то доказательств. То есть ему предъявляют доказательства, а он вот кого-то не слышит. То есть ему опять указывают, а он чисто так вот говорит, сядь и молчи. И вот просто игнорирует. А при этом, если вы потом подаете апелляцию, говорите, он не рассмотрел этих доказательств, если они были предъявлены тогда, то они могут сказать, нет, он рассмотрел, не посчитал нужным, так сказать, не посчитал, не предъявлен. Да. То есть вот это невменяемость, именно вот хорошее слово невменяемость, не то, что они сумасшедшие, а то, что им вменить ничего невозможно. А потом я хочу обратить ваше внимание, пожалуйста, послушайте, я вас не прерываю, я вас поддерживаю. Дело в том, что сегодня есть социальная медицина. А что нам говорит с вами социальная медицина? Что в крупных городах свыше 50% людей находятся под наблюдением в психиатрических лечебницах или должны находиться, но не выявлены. То есть более 50% являются душевнобольными. И мы прекрасно с вами понимаем, вот мы заходим с вами куда-то там в какое-то учреждение, мы понимаем, считая раз, два, раз, два, раз, два, каждый второй психически ненормальный. Его ненормальность может быть... Смотрите, если вы нормальный, я совершенно согласен, я ненормальный. Понимаете, как раз 50 на 50. И почему мы с вами считаем, что судья будет нормальным? Дело в том, что у судьи может быть масса комплексов каких-то. И эти комплексы он с радостью вымещает на работе у себя. И ведь это же... Я не может быть нормальным. Кстати, вот в моей книге «Разочарование в правосудии» сама судебная деятельность, она влияет на психику. Это никто практически никогда не изучал, как повреждается психика судьи. Но вот его вот эти вот особые полномочия и особые возможности склоняют его к авторитарному, самодурному ведению дела. Вы понимаете? Ну, это синдром Дакона. Арбитражный суд при его системе организации это больше как попытка сделать решение, принять решение приемлемое для обеих сторон. Потому что если арбитражный суд начнет давать решения неприемлемые для обеих сторон, то к нему перестанут обращаться. А вот государственный суд действует вот точно наоборот. Он хочет, чтобы к нему не обращались. И поэтому принимают такие решения, что второй раз уже туда никто не пойдет. Они скорее поедут на какую-нибудь сходку бандитскую, чем пойдут в этот суд. Потому что там построено так, чтобы им неповадно было загружать судебную систему своими глупостями. И оттуда обычно обе стороны выходят страшно недовольными, с неразрешенной проблемой и с огромными долгами адвокатам и на прочие расходы. А здесь именно как организация арбитражный суд, несмотря на то, что это чаще всего нон-профит организация, в некоторых законодательствах. Только нон-профит. Только нон-профит. Дело в том, что разрешено создавать арбитражный суд только при нон-профит организации. Вот. Но мы не можем сказать... Да. То есть это да. Но при этом все равно люди, которые этим занимаются, то есть тот постоянный состав этого суда очень заинтересован в положительной репутации. И не только в том, чтобы одна сторона была довольна, а в том, чтобы в принципе обе стороны признали их решение справедливыми и разумными. Вот эта заинтересованность является главным фактором, почему это так важно. Даже не то, что... Я вам дополню, послушайте, пожалуйста. Дело в том, что, как мы уже говорили, состав судей публичен и открыт. и вот как раз таки то, что некто является... Не случайно, что очень важно, не случайно. Да, то, что он является арбитражным судьей, судьей арбитражного суда, это с одной стороны добавляет ему где-то авторитета в бизнес-сообществе, с другой стороны накладывает на него ответственность, потому что если представьте себе, вот обратите внимание, что заседания суда арбитражного закрыты для того, чтобы не нанести урона бизнес-сообщества, а сам, как правило, судья является представителем бизнес-сообщества, а вот открыт. И поэтому получается так, что он может нанести себе урон, если вдруг примет какое-то несправедливое решение. Понимаете, какая ответственность на нем лежит? Если вдруг где-то в бизнес-сообществе пойдут слухи, что да, вот он был у нас судьей, и он принял решение несправедливое, он себе нанесет урон, поэтому, конечно же, он заинтересован в справедливом разрешении вопроса. Я бы хотел подвести, как сказать, итоги. Мы будем еще обсуждать похожие проблемы и вопросы, потому что даже если мой суд признает, что у него есть юридикция над этим договором, несмотря на то, что сервис дается за границу и так далее, то его решение будет весьма проблематично привести в исполнение в других странах. Вы согласны со мной? Я слушаю вас, чтобы для того, чтобы отвечать. Очень мало кому известно, что существует дополнительная система урегулирования юридических разногласий. Она называется система международного арбитража или система третейских судов. судов. Она регулируется и существует на основе нескольких законодательных актов, но она принимается, главное, что большинством стран мира за счет конвенции о арбитражных судах 1958 года в Нью-Йорке, это по инициативе Организации Объединенных Наций. И на основании этой конвенции решения арбитражных судов принимаются обязательно к исполнению в подавляющем большинстве стран, за исключением совершенно экономически неактивных стран, таких как ЧАД, таких как Сомали, Туркменистан не входит в это, но кроме Туркменистана мы практически ни с кем не имеем дела, такие как Йемен, Ирак, Гамбия, Эквиториальная Гвинея, Конго, то есть Микронезия, с такими странами мы очень-очень редко имеем какие-то деловые дела. Все остальные являются подписантами этой конвенции, и механизм работы заключается в том, что когда вы пытаетесь, допустим, вы получили решение, так называемый аворд, то есть там от этого международного арбитражного суда, вы можете его предъявить в местный суд, в юрисдикции, где находится ваш, так сказать, противник по процессу, и в большинстве случаев с гораздо большей вероятностью вы получите так называемый исполнительный лист, или в других странах называется по-другому, именно на основании этой международной конвенции, в то время как, если вы предъявите решение своего местного суда, это будет сильно зависеть о том, насколько именно между этими двумя странами и признанная практика местная принимает решение иностранных судов. Но, чтобы это сделать, необходима оговорка в договоре. Но сегодня мы сделали наиболее, так сказать, подробный обзор. Для подавляющего большинства людей, занимающихся бизнесом, эта сфера незнакома, они никогда не прикладывали к себе такие вещи, несмотря на то, что имеют практически все достаточно тяжелый опыт общения со своими системами правосудия, а международные контракты заведомо считают неразрешимыми с точки зрения диспутов. То есть, когда кто-то заключает такие контракты с Индией, с другими странами, честно говоря, в случае каких-то спорных вопросов заведомо считается, что это потерянная потерянная дело. Сумма, да? Да, вот, и то, что мы сегодня предложили, в принципе, это интереснейший выход именно из такой ситуации. Еще надо обязательно вспомнить, что у нас разные ментальности, и именно за счет этого могут возникать непонимания, неправильные ожидания. Вот, я предлагаю обращаться к нам под видео будут ссылки на сайт вашего арбитражного суда, и обращаться с вопросами, мы с удовольствием передадим вопросы, и попробуем их ответить, на них ответить либо лично, либо в качестве следующих подобных передач. Я хочу вас очень поблагодарить, Сергей Владимирович, это исключительно интересная тема, очень мало о ней знают, и я думаю, что мы будем продолжать такие встречи и обсуждать разные аспекты. Большое вам спасибо. Уважаемый Брюс, я очень рад сегодняшней нашей встрече, хочу от себя предложить следующее, если у кого-то из бизнесменов, которые услышат, посмотрят нашу передачу, будут реальные жизненные вопросы, я готов давать консультации онлайн, потому что иногда бывает, как пророк Исаия сказал, от недостатка ведения гибнет мой народ, иногда бывает так, что люди теряют очень большие деньги просто от того, что не знали, просто от того, что кто-то вовремя им не подсказал, просто потому, что не было денег для того, чтобы обратиться к адвокату, потому что адвокаты, вы знаете, они берут немало деньги, почасовые, а можно с вами дальше. А в этих процессах обычно обращаются к адвокатам или нет? Еще раз, я плохо услышал. А при обращении в арбитражные суды обычно берут адвокатов или нет? Как правило, да, хотя это не обязательно, хотя это не обязательно, потому что арбитражные суды достаточно демократичны, они предоставляют право высказывать свою точку, позицию всем обеим сторонам или множеством сторон, но, как правило, берут адвокаты, хотя, еще раз повторяю, это не обязательно. Так вот, я предлагаю и приглашаю обращаться с вопросами, с реальными жизненными ситуациями, мы с радостью ответим, разъясним и где посоветуем, например, в ходе того, в какой арбитражный суд обращаться, потому что сразу тут же в окончании нашего разговора приведу пример, я в Стокгольме встретился с управляющим стокгольмским банком, крупным довольно-таки банком, и он говорит мне, вы знаете, у нас в стокгольмском арбитражном суде очень высокий регистрационный сбор, очень высокий, я сумму не буду говорить, если даже управляющему банком это накладно, банку даже накладно, и он говорит, а какой у вас регистрационный сбор, я назвал ему, что у нас небольшой регистрационный сбор, и он говорит, вы знаете, мне это очень интересно, меня это очень устраивает, вот видите, как такой неперерекаемый авторитет, как стокгольмский арбитражный суд, вот оказалось, у него такие недостатки есть, и я потом еще, если мы будем с вами встречаться, я буду рассказывать, иногда даже недобросовестные представители бизнеса используют крупные арбитражные учреждения для того, чтобы не платить по своим долгам, я сейчас уже не буду, наша передача затянулась, но я расскажу обязательно, это очень интересно, потому что с этим может столкнуться любой бизнесмен, когда его намеренно поставят в такую ситуацию, когда предложат ему какой-либо арбитражный суд, которым он не сможет воспользоваться, и об этом мы потом поговорим с вами, поэтому сегодня я благодарен за сегодняшнюю передачу, за нашу встречу, за наш разговор, мне это очень интересно, потому что это моя жизнь, это дело моей жизни, и мне приятно, что это интересно кому-то еще, поэтому с радостью буду с вами встречаться, с радостью буду давать консультации, если это потребуется, пожалуйста, буду рад встретиться с вами. Большое спасибо, до свидания. До свидания, до свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok